Что вы предлагаете сделать, чтобы здесь была не хаотично проложенная тропа, а чтобы здесь было место, где можно было спокойно отдыхать, гулять мамочкам с детьми. Вот они спят, там наши деточки. Детей у нас много, сам проживает на районе около 20 лет. И вот столкнулся с проблемой всех родителей, что нам некуда пойти с детьми, нечем заняться. Разговор общественников с первыми лицами города и области развернулся во дворе домов 9 и 11 района ПЗ. Сейчас дворовая территория представляет собой пустырь с редкими деревьями и проложенными местными жителями тропами. Ситуацию активисты намерены поменять в корне. Мы объединяем детскую и спортивную площадку. Детская площадка будет включать в себя две зоны, то есть это от года до трёх. Это будут балансиры, песочница. Для более старших детей от 5 до 9 лет будут горки и скалодром. И для подростков и взрослых людей вообще мы решили сделать волейбольную площадку. На реализацию народной инициативы направят 1 миллион бюджетных средств. Волокжане в своём решении единогласны. Очень даже актуально. Я считаю, что то, что сейчас здесь будет, это вообще великолепно. Это надо делать. И спасибо огромное. У меня вот пятеро детей, я отец многодетный. Да, это надо. Некуда детям вообще сходить. Вот мы здесь живём. А живёте в этом доме? Да, в шестом доме мы рядом живём. Некуда детям вообще сходить. Проект «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде впервые. По инициативе мэра Вологды Сергея Варапанова муниципалитет перенял успешную региональную практику, которую 4 года назад предложил ввести губернатор Олег Кувшинников. Идея проекта заключается в предоставлении права жителям самостоятельно потратить бюджетные средства на благоустройство городских территорий. Объём финансирования – 36 миллионов рублей, которые распределили между 34 ТОСами областной столицы, в зависимости от количества человек, проживающих на территории. Я думаю, что мы вернём во дворы жизнь, потому что эта жизнь ушла, когда мы были молодыми, во дворах у нас жизнь была кипела, у нас баскетбольные кольца стояли, значит, волейбольные сетки были натянуты, мини-футбольные площадки везде были. Потом с развалом Советского Союза всё это куда-то исчезло, заросло всё это, все пустыри травой. Вот, были вот протоптаны вот эти народные тропы, которые не асфальтированы, и в дождь они все раскисают, и ходим все в грязи. Сейчас надо вернуть жизнь во дворы. И то, что Волок доделает, большие молодцы. Вам большое спасибо, что это наша инициатива, от всех жителей, от Волокжан, конечно, очень благодарны вам, и то, что вы поддержку оказываете, и внимание вот этим вот таким проектам, инициативным, конечно, вот за это большое спасибо вам. А вот жители соседнего ТОСа Псковский разработали народный проект вкупе с федеральной программой. Жители говорят, давайте соединим и добавим. Мы говорим, так давайте, мы не против. И тут получается совмещение двух проектов – и комфортная городская среда, и народный бюджет. И в комплексе получилось вот то, что получили. А получилась просторная общественная территория с дорожками, скамейками, освещением и даже площадкой для дрессировки домашних животных. Удалось охватить интересы всех категорий жителей. Горки, сколько нужно урн, какое должно быть освещение. Скамеечки. Скамеечки обязательно для пожилых людей. И мы наконец-то добились. Разбилась. Догадайте, что это? Не знаю. Это капсула для установления ёлки. Да вы что? А, новогодняя ёлка. Да вы что? У нас была даже ёлка. Слушайте, отличная идея. Футбольное поле, оно обязательно, потому что здесь практически этого нет. Ну а маленький должен подрастать и, соответственно, сами понимаете. То есть вы проект поддерживаете? Так, старшее поколение что-то скажет? Конечно, я тоже за сына и думаю, что вы правы. На реализацию федеральной программы «Городская среда» в этом микрорайоне выделено 15 миллионов рублей. К ним присоединятся ещё 700 тысяч народных средств. Все замечания жителей учтены. Проект ждёт конкурсных процедур. И к сентябрю площадка должна быть построена. И речь идёт о реализации проектов всех территориальных самоуправлений, поскольку это напрямую связано со следующим поручением главы региона. Сейчас самая главная задача перед ремонтом улиц – посмотреть все инженерные сети, состояние сетей, для того, чтобы не получилось, как всегда, сделаем дорогу, а потом раскопаем. Сейчас поставлена задача всем ресурсоснабжающим организациям проверить состояние сетей. Если необходимо, то провести все ремонтные работы. В этом году Вологда получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В областной столице будет отремонтировано 9 участков улиц. В общей сложности новый асфальт уложат на площади в 80 тысяч квадратных метров. Поддержку в контроле обеспечат и активисты. «Улица в разбитом состоянии. Самое страшное – это, что нет тротуара. Здесь надо делать не только улицу, но и тротуар. Мы договорились о том, что именно ТОС «Общественный контроль» будет осуществлять за ходом производства ремонтных работ, потому что объем огромный». «Проект очень важный, потому что улица Карла Маркса является фактически дублером улицы Шенышевского. Вы знаете, какие у нас туда пробки возникают, когда люди едут через мост 800-летия в центр. Поэтому улица недавно не ремонтировалась». Уже в конце апреля все подрядчики должны быть определены. Работы на объектах по поручению главы региона должны стартовать уже в мае. До 2024 года Вологда получит более 3,5 миллиардов рублей на ремонт дорог. Развитие получит и спортивная сфера областной столицы. Сейчас более 4,5 тысяч вологжан занимаются футболом на постоянной основе. Развитие этого вида спорта обеспечивается в первую очередь благодаря работе спортивной школы Олимпийского резерва по футболу. «Скажите, пожалуйста, а вот поле в таком состоянии идеальное вы задерживаете как? За счёт техники специальной? У нас есть трактор, мы укатываем снег регулярно». На сегодняшний день для организации тренировочного процесса на территории школы расположены три футбольных поля. Два с естественным газоном, одно с искусственным покрытием. Кроме того, в ведомстве учреждения спорта имеется семь залов на площадке ФОКа в первом микрорайоне ПЗ 7А. «Сейчас у нас в школе 651 футболист, то есть это от 8 и до 22 лет. Так как мы перешли на программу спортивной подготовки, она нам позволяет детей удержать взрослых до неограниченного возраста. Благодаря этому у нас в составе есть тренировочные группы, в которые включены юноши, то есть от 18 до 22 лет, которые будут участвовать в первенстве России в третьей дивизионе». Однако для профессионального спорта этого недостаточно. Чтобы тренировать спортсменов круглый год, в школе необходимы большие ресурсы. «Перевернули весь город, посмотрели, а где же есть у нас муниципальная земля. Это где-то надо примерно 2,5 гектара для того, чтобы разместить манеж. Причем манеж мы хотим, ну дай бог, если получится, пока вперед не могу забегать, проектировщиков говорить, но если получится, то хотим сделать внутри это футбольное поле и по периметру это хотя бы три беговые дорожки, потому что у нас лёгкой атлетикой заниматься в городе в принципе сейчас негде». Исторический центр города позволяет строительство объектов, соответствующих определённым габаритам, поэтому нужно подыскать более подходящее место для крупного спортивного объекта. Наиболее предпочтительным стал микрорайон ПЗ. Кроме того, при строительстве конструкции необходимо учесть все аспекты, в том числе и характерные для региона погодные условия. «Вот такие каркасные сооружения на Русском Севере надо внимательно смотреть ветровую нагрузку и снежную нагрузку, снеговую нагрузку, потому что иногда до двух-трёх метров снега может лечь на кровлю, и, соответственно, несущие конструкции, так как здесь нет опорных балок, опорных балок, потому что поле, здесь надо внимательно считать». На разработку проектно-сметной документации для строительства объекта бюджетом областной столицы предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Выделение земельного участка, проектирование инженерных сетей и привязка проекта завершится до конца года. «Прощим вас оставить на память, на автографе для нашей школы». «На память о принятом решении?» «Да». «Так тогда давайте мы распишемся и на проекте?» «Конечно. Поддержим. Сначала на проекте распишемся. Так, согласовано? Так, пишем. «Мы сегодня приняли решение о начале проектирования и строительства в 2021 году крытого манежа, где будут заниматься наши дети с перспективой создания профессиональной областной команды футбола развиваться, и мы должны его поддерживать. Ну и, конечно, это крытый манеж. Крытый манеж, который позволит нам круглогодично в любое время года заниматься детям с 7 утра до 23 вечера в теплом манеже, в освещенном, в устроенном, с двиговыми дорожками, с раздевалками. Это, конечно, шаг вперед. Это просто прорыв. Это, знаете, инфраструктурный прорыв развития спорта, физической культуры и спорта в городе Вологде. Стройки будет очень-очень много в городе, но работы мы не боимся. Ресурсов и у проектировщиков, и у строительных организаций достаточно. Я думаю, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Мы просто не можем подвести ни губернатора, ни жителей нашего города, потому что все объекты, которые мы сегодня посмотрели, которые у нас находятся в работе, они все выбраны с учетом мнения жителей. Проект футбольного манежа будет рассмотрен на градостроительном совете. К строительству крупного спортивного объекта приступят в 2020 году. Кроме того, еще два современных футбольных поля с подогревом появятся на Вологодчине в ближайшие годы. Губернатор заявил, что Минспорта Российской Федерации одобрил заявку региона на строительство двух крупных объектов стоимостью 40 миллионов рублей каждый. Одна из площадок разместится на территории стадиона «Витязь» областной столицы. Второе поле создадут при реконструкции стадиона «Металлург» в Череповце. Айна Жевагина, Максим Тышковец, Волок ДРФ.